И снова привет! Давайте посмотрим ещё один бой. Сейчас у нас будут такие более-менее... Ну, не то чтобы экзотичные фракции, но не то, чего было много на стриме в последнее время. Никакие там тёмные и светные эльфы. Я играю за Норска против Империи, против Арко, одного из наших подписчиков. И, кстати, народ, мы регулярно играем вместе. Повторюсь, заходите к нам в Дискорд, заходите к нам в Телегу. Мы общаемся, мы играем вместе. Все ссылки под этим видео вам доступны. Кстати, также хочу озвучить, что сейчас я проигрываю гораздо больше, чем я выигрываю. Но, естественно, мне интереснее делать видео именно по тем моментам, где я победил. Но не думайте, что я тут специально отбираю там только те бои, где я затащил, чтобы показать, что я крутое. Нифига. Вот сегодня, например, я поиграл в мультиплеер, и из 7 боёв я выиграл только один. Потом мы пробили с Арко, сыграли с пятёрой. Но пока да, пока у меня идёт такая жёсткая кривая обучения. Итак, я взял Северян, в основном потому, что мне захотелось поиграть за Вульфрика и поохотиться на чемпионов. У меня достаточно примитивный, если не сказать... нет, достаточно простой, если не сказать, примитивный состав. У меня грабители-воины, 4 в передней линии, по краям 2 застрельщика. С задней линии 3 копья, как вы видите. И что у меня есть по кавалерии? У меня есть Вульфхеднары. Господи, я смог это выиграть в доспехах на одном фланге. У меня есть Вульфхеднары. Вульфхеднары. Я не знаю, как это правильно произносить. На другом фланге, но это обычные, без доспехов. Это антикавы, у них преимущество против крупных. И на правом фланге у меня есть Нарскийский ледяные волки. То есть фишка в том, что я планировал с ледяными волками за счет их скорости 95 догонять вражескую кабу, а потом сверху влетать туда Вульфхеднарами. Основная же... ну, еще у меня, кстати, есть Маг Смерти, чтобы кидать Бьюну и чтобы кидать Спирит Лич. Но, однако, против меня внезапно оказалась Империя, которая пришла поиграть в такой достаточно интересный и необычный состав. Здесь есть три налетчика с гранатометами, которые сразу за счет быстрого развертывания вышли вперед и будут сейчас закидывать меня гранатами. Есть рыцарь на деммигрифах с алебардами, есть Рейхсгвардия. Есть еще одна Рейхсгвардия. Я все-таки поставлю на паузу, потому что там интересное происходит с самого начала. Здесь мы видим три копья, три флагеллянта. Есть генеральчик Балтазар Гельт, который летает. И стоит еще одна пушечка, молот-ведьм, чтобы вытягивать меня вперед. В общем и целом, по-моему, мой план был на бой ворваться в лицо к нему и там начать всех месить и через вульферик убивать генералов. Но тут меня сразу же встретили гранатометчики. Я сначала думал метнуться в них, потом подумал, а зачем? Я отсажу всю основную армию назад, вперед вывожу только застрельщиков. И также у меня, кстати, есть еще одни конные грабители-всадники, которые тоже могут за ними постреляться. В пехоту, понятное дело, гранатометы мне насыдут очень больно, но вот в такой перестрелке я думаю, что я смогу победить. На правом фланге я вперед метнулся волками, однако увидел, что на них в лоб идет рейкс-гвардия. Это, естественно, не тот размен, в который я хочу ввязываться, поэтому я волков тяну назад, а им через спину бегут вульфеднары. Так, я точно не факап это слово, вульфеднары, да. И поэтому моя идея сейчас такая, что волки пробегут сквозь них в тыл, а вульфеднары столкнулся с рейкс-гвардией. И мне это удается, тут арка не проконтролил. И поэтому тут идет встречный чардж, но он будет, в общем и целом, в мою пользу, наверное. Потому что еще я смог прочаржить, он прочаржить не смог. У него рейкс-гвардия царила за другой отряд, так что будьте внимательными со своими чарджами. В центре я немножко похарасил его гранатометы своими. Понятно, что в долгосрочной перспективе этот размен выиграю. Поэтому империя идет в атаку, кидается в атаку рыцарь в демигрифах. Я их встречаю, при этом я кидаю на них бьюну, чтобы сбить у них немножечко хп. В центре я стою, получаю немного гранат, но в целом я своими хашками стреляюсь. Вы видите, натиск с демигрифами получился не очень крутой, потому что они потеряли половину хп. И это очень даже неплохо. Второй конный отряд рейкс-гвардия здесь бегает, пока что без дела. На правом фланге мне удается исполнить свой план. То есть мои волки вместе с фульхеднарами в доспехах смогли замесить этот отряд рейкс-гвардии. И сейчас я своих волков отсюда больших вытащу, а волков маленьких я отправлю на хвосте рейкс-гвардии до конца карты, просто чтобы они обязательно не вернулись. Здесь же в центре он подошел ко мне, он получил в гранатометчиков немножко копий. И это в целом было неплохо. Рейкс-гвардию я наполовину опрокинул, поэтому я продолжаю харасить. Ну а на флангах продолжаю периодически в рейкс-гвардию врезаться своими вульхеднарами. Тут этот бой скорее всего не проиграет. Вот тут для сравнения, да, получился чистый чардж лоб в лоб. И плюс мои ребята без доспехов, поэтому такую затяжную боевку они должны слить. Но я понимаю, что в принципе мне стоять здесь уже не стоит, поэтому я сейчас буду аккуратненько двигаться вперед. На левом фланге я хочу помочь себе хашками. На правом фланге наконец-то флажочек смертельный появился. Вот это вот с черепком означает, что отряд уже не вернется. Поэтому я волками перенацелюсь в другой отряд кавы, пытаюсь их снова достать волками, у которых есть магическая атака, которая замедляет отряд на 36% или сколько-то там. Поэтому все, что мне требуется, это бежать на них. Ну, кстати, почему-то здесь я тупанул и повернул назад. Это была ошибка с моей стороны. А что я тут получаю на себя? Что за каст? Какая-нибудь трансмутация металла? Ну, ладно, я не буду пытаться смотреть, но это явно я получаю просто минус хп в этот отряд. На правом фланге все хорошо. Я прокинул один отряд и немножко прокинул рыцари на демигрифах. Слева я вроде бы ввязался в затяжной бой. На самом деле не знаю, зачем я своими конными грабителями подошел в этот замес. Это явно была бесполезная для меня затея. Но когда я двинулся вперед армией, тут стало понятно, что нет смысла их с партой удержать. Поэтому империя отбегает. В принципе, такое начало боя уже явно в мою пользу. Я гораздо больше убил противника, чем он у меня, но это не значит, что я выиграю. Потому что, например, я в этот момент совершенно забыл про своего генерала, который стоит и получает ядро за ядром прямо в лицо. И вот прямо сейчас в этот момент я мотикнулся и погнал его на левый фланг, чтобы как-то скрыться. Просто мы играли еще со спектрами, поэтому ребята сидят и разжут и говорят, интересно, когда он заметит. И только тут я понимаю, что я про генерала-то совсем забыл. Также у меня есть маг на смерть, который пока все, что сделал, это кинул бьюну на вражеские алебарды. Но это мне, ну, конечно, помогло, но в остальном он пока еще стоит. Здесь вперед пошел натиск вражеских копейщиков, которых я потянул своей кавалерии назад и встречаю их грабителями, которые, естественно, их в лесу замесят. Плюс у них с флангов еще стреляют мои грабители-охотники, дротики летят им в бока, и поэтому размин тоже будет явно в мою пользу. Подлетает вражеский генерал, дает прокаст. Что он у нас здесь отдает? У нас здесь идет окончательная трансмутация. Но окончательная трансмутация пошла в моих хашек, это не самый полезный отряд. В общем, тут я понимаю, что, в принципе, мне можно бой не затягивать, мне можно двигаться вперед, поэтому сметаю я до конца отряд копейщиков в лесочке. Я даже замешиваю рейхс-гвардию, которую, наверное, не следовало сюда запихивать. На левой фланге я допускаю ошибку. Я зачем-то увлекся генералом и убежал им далеко вперед, и немножко про своих вольфов забыл, поэтому надо было бы мне здесь назад оттянуться. Я пытался там добежать до налетчиков, но это явно была гиблая затея, потому что они быстрее, чем мои отряды, я их в любом случае не догоню. Но генерал мой прибежал сюда, и я снова про него забыл. Он снова встал, он получил немножко в лицо пару гранат. Как видите, у него остается 1500 хп всего лишь, и при этом он еще ни разу в бою не получался. То есть я очень плохо контролил генерала в этом бою. Но сейчас происходит такая ситуация, что в центре у меня все нормально. На правом фланге я снова подвигаю к этим рыцарям и делаю обманное движение волками, потом впускаю вперед двух хаттаров, и здесь размин снова будет в мою пользу. Снова получилась та история, когда в районской кавалере не чаржится в мою, а моя четко чаржится в них. Поэтому при наличии бонуса против крупных, даже несмотря на то, что у него тоже есть бонус против крупных, но мои ребята гораздо более свежие, и они этот замес выиграют. В центре же я просто пошел в атаку. На всякий случай парой пехот я двинулся сюда, но потом я понял, что это явно оверкил, поэтому один отряд, даже ни одного отряда здесь не оставляю, а всю свою пехоту перенацеливаю в центр. Здесь я вылепляюсь в флагеллянтов, нормальный, более-менее адекватный размен. Я думаю, что рано или поздно они меня перебьют, но к этому времени у меня уже остается гораздо больше отрядов. На левом фланге я связался копейщиками против флагеллянтов, в это явно будет проигранный бой, но вперед пошел в Ульфрик. Здесь также бегают мои Ульфхеднары, которые топчут пехоту, поэтому рано или поздно тоже будет победа. Как видите, кастанул я кораблик, и даже немножко им попал, но очень-очень плохо я зацепил. Тут стоял неподвижный отряд копейщиков очень долго, и я хотел его раскатать под ноль, это очень мощное заклинание. Но, к сожалению, именно в этот момент он двинулся, и, наверное, мне стоило направлять свой корабль вот сюда, но не угадал я, не угадал именно в момент прокаста. Мой соперник свои отряды двинул. Так, что мы видим? На правом фланге вся моя кавалерия освободилась, поэтому она может спокойно чаржиться в тылы. Очень мощный натиск у них, особенно со спины. Наверняка они еще какие-нибудь несут ужас или страх, то есть они с одного такого чарджа могут заставить отряд бежать. И, в принципе, я не думаю, что есть смысл подробно досматривать этот бой до конца, потому что тут уже явно преимущество на моей стороне, поэтому давайте поставим вторую скорость. Просто посмотрим, как на правом фланге окончательно сокрушаются все имперские отряды. На левом фланге происходит примерно то же самое. И, в принципе, все. Вот здесь вот уже наступила победка. Просто есть один отряд неубиваемых, непробиваемых, несокрушимых флагеллянтов остается, которые надо добить, но в остальном бой закончен. Очень интересный состав. Арко, большое спасибо за бой. Классно было. Неожиданно совершенно увидеть гранатометчиков, которые тут же закидывают меня. Удалось мне их законтролить, там, перестрелять своими пешими дротиками, там, и послать хашками. В этом бою, что мне очень понравилось, это пара моментов. Вот начало, как я уже сказал, когда удалось хашек законтрить, за счет того, что я все-таки взял парочку дротиков, я с очень большим презрением отношусь ко всяким велитам еще со времен Первого Рима. То есть есть нормальный лучник, который стреляет издалека, а есть велит, который стреляет и сблизи, но особо не тащит. Но не нужно стесняться брать их... Еще один кораблик, который снова повохнулся. Не нужно стесняться брать их в мультиплеере. Они могут приносить очень много пользы. Как видите, сейчас они сыграли мне на руку. А второй момент в этом бою, который мне понравился, это то, что мне на правом фланге удалось достаточно аккуратно метнуться вперед волками, привлечь внимание кавалерии, которая побежала на них, а потом я волками отступил и навстречу вперед погнал свою нормальную кавалерию, которая раскидала вражескую ригу с гвардией. На этом, в принципе, все. Можем мы, конечно, посмотреть еще, как за счет пары ударов Вульфрик наконец-то дорвался до ближнего боя и пытается сделать что-то полезное. Щитом он убивает троих, и сейчас будет финальный взмах мечом, мне кажется. Одному руку, второму голову. Ну, а этому что он отрубит в конце? Давайте посмотрим. А его закидали дротиками. Ну, как видите, дротики, это очень полезно, особенно когда они попадают по три подряд вот так вот человека. На этом все. Большое спасибо за просмотр, большое спасибо за бои. Заходите в Дискорд, будем играть и будем учиться друг у друга. Пока.